Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследователи объяснили, что слоновую кость веками использовали для изготовления предметов искусства. Однако в 1989 году торговля слоновой костью была запрещена на международном уровне. Поэтому для восстановления предметов искусства, где раньше использовалась слоновая кость, теперь нужно использовать кости, ракушки или пластик. Однако они не являются полноценной заменой. Компания Тууин, Вена и полиграфическое предприятие Кобикир GmbH в сотрудничестве с Венским департаментом по уходу за произведениями искусства и памятниками разработали высокотехнологичный заменитель. Материал, дегория, состоит из синтетической смолы и частиц фосфата кальция. Он обрабатывается в горячем, жидком состоянии и закаляется в 3D-принтере ультрафиолетовыми лучами уже в нужной форме. Затем его можно отполировать и подобрать по цвету. Наш проект начался с реставрации гроба 17 века в церкви Муэрбаха, отметил Юрген Штампфли из Института материаловедения и технологии Вены. Она украшена небольшими орнаментами из слоновой кости, однако часть из них потерялись со временем. К счастью, теперь их можно заменить с помощью технологии 3D-печати. Ученые открыли два новых вида древних предков роющих млекопитающих благодаря многочисленным экспериментам команда смогла быстро найти нужную смесь. Это крошечные частицы фосфата кальция со средним диаметром около 7 микрометров внедрили в специальную смолу вместе с тонким порошком оксида кремния. Затем смесь обработали при высокой температуре в 3D-принтерах Кобикир, команда уже имела опыт работы с подобными материалами, исследовательская группа работает, например, с керамическими материалами для стоматологических технологий. Тем не менее, разработать подходящую замену слоновой кости было непростой задачей. Ученые отметили, что она должна выглядеть так же, как исходный материал, но при этом также повторять его свойства, читать далее создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, Уран получил статус самой странной планеты в Солнечной системе. Почему, в НАСА рассказали, как они доставят образцы Марса на Землю.